Добрый вечер еще раз. И сегодня наш вебинар будет посвящен программе Autodesk Fusion 360. И конкретно теме называться он будет «Основа анализа и оптимизации изделий». Первое. Начнем с чего? С того, что я представлюсь. Зовут меня Савчин Александр Александрович. Я являюсь преподавателем учебного центра «Специалист по САП». Наша вебинара, она довольно-таки обширная, довольно-таки объемная. К сожалению, в рамке все это уложить не получится. Поэтому мы поговорим лишь о каких-то таких базовых понятиях, о основах. И непосредственно наш вебинар, в рамках вебинара, мы с вами разберем именно самые основы, основы, прочно-основы анализа методом конечных элементов. И проведем оптимизацию массы модели на основе ее геометрии. Но прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно задачи, сначала разберем некоторые основные понятия. Эти основные понятия, они как бы всем известны, но тем не менее, я еще раз их повторю. Прежде всего, да, я упомянул такое понятие, как метод конечных элементов. То, чем мы будем проводить анализы. И, собственно, в основе этого метода лежит дискредитация объекта с целью решения уравнения механики сплошной среды. Предположение, что эти соотношения выполняются в каждой области. И эти самые области называются конечными элементами. Вы видите на экране пример разбиения как раз твердотельной модели конечными элементами. В данном случае это тетрадер. Дальше, что еще нам понадобится? Прежде всего, это напряжение. Да, что мы понимаем под напряжением? Это у нас мера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под внешним воздействием. Напряжение бывает нормальное, бывает касательное. Определения их также даны ниже. Дальше. Также мы будем использовать такое понятие, как деформация и перемещение. Под деформацией мы понимаем количественную меру изменения геометрических размеров в окрестности точки. Соответственно, деформация у нас безразмерная величина. И перемещение. Вот здесь и там, и там показаны схемы. Под перемещением мы понимаем изменение положения точки тела в пространстве, следствие изменения форм и размером от действия нагрузки. Вот здесь у нас показано, в точке B у нас деформация, в точке C у нас перемещается. Не путайте эти понятия. Дальше. Оценивать мы будем напряженно-деформированное состояние или сокращенное НДС. Соответственно, это у нас совокупность внутренних напряжений и деформации, возникающих при действии на тело под воздействием различных внешних нагрузок. Это может быть и температурные нагрузки, и различные другие факторы. Ну и, собственно, последнее определение, которое нам понадобится, это коэффициент запаса. Коэффициент запаса. Это отношение величины прочности к максимальности. В данном случае под прочность это может быть предел текучести, предел прочности и так далее. И к какому-то максимально. Мы будем использовать отношение предела текучести к критерию МИЗИСа. Все эти определения и более подробно, я лишь, скажем так, дал только малую часть, очень малую часть, все это можно посмотреть непосредственно вот в таких учебниках. Сопротивление материалов под авторством Феодосева и другой учебник под авторством Биргера. Да, все, с этим можно ознакомиться. Мы, соответственно, на этом акцентировать внимание не будем. И перейдем непосредственно к задаче. Значит, нашей задачей, вот такая у нас будет задача, антикрылого от автомобиля. И мы представляем, что мы являемся неким таким тюнингом ателье. И нам дается задание. Разработать кронштейн. Вот такой вот кронштейн. Отмечен красным. Соответственно, мы в первом приближении мы принимаем, строим геометрическую модель. Геометрическую модель мы строим, исходя из ранее создаваемых изделий, из опыта предыдущих конструкций, и, собственно, исходя из размеров, указанных в тех заданиях. В нашем случае мы выстраиваем вот такой кронштейн. Соответственно, процесс построения модели мы опускаем. Размеры есть. Каждый из вас сам сможет без проблем построить модель. Модель в геометрическом плане достаточно проста. Поэтому я уже, у меня эта модель построена. Вот она. Дальше. Следующим этапом задачи это непосредственно постановка задачи, то есть создание расчетной модели. Соответственно, используя методы вычислительной гидродинамики, CFD, Computational Fluid Dynamics, мы находим нагрузки, которые возникают на кронштейне. И, исходя из этих нагрузок, исходя из условий закрепления, мы составляем вот такую расчетную модель. Мы видим, что у нас сила действует в двух направлениях. То есть у нас вектор силы направлен по горизонтали. И эта сила у нас в количестве 50 ньютонов действует на два отверстия. И, собственно, 200 ньютонов приносил возникающий от кронштейна. Ну и здесь указываем закрепление. Здесь у нас, по сути, шарнирные опоры такие получаются. И у нас требуется, в первой нашей задаче, это оценить напряженно-деформированное состояние этого самого кронштейна при заданных нагрузках. Значит, порядок расчета, последовательность расчета, она характерна не только для Fusion Simulation, она характерна и для других программ. Поэтому можно сказать, что она, в общем-то, такая достаточно общенная. И состоит последовательность в следующем. Первое – это создание геометрии. То есть этот шаг уже выполнили. Дальше идет создание исследования, выбор необходимого типа исследования, назначение материала, определение нагрузок граничных условий, создание сетки, выполнение расчетов и уже обработка результатов. Соответственно, правильность решения очень сильно зависит от правильности постановки задачи. Да, очень часто считается, что вот если я загоню все в программу, она будет сюда за меня все сделать. Нет. Правильность решения зависит от правильности постановки задачи. У нас задача достаточно простая, поэтому ошибок здесь, в общем-то, допустить невозможно. Итак, первый пункт мы выполнили, создали расчетную модель. Опять же, расчетная модель, она может очень сильно отличаться от конструкторской модели, потому что в расчетную модель вносятся довольно часто упрощения, которые не влияют на прочность, но, тем не менее, упрощают расчет. Влог никто никогда не решает. Переходим к второму пункту, создание типа анализа. Для этого в Fusion 360. Вот здесь выбираем рабочее пространство, где у нас написана модель. Мы указываем simulation. Загружается диалоговое окно, в котором предлагается выбрать тип расчета, тип анализа. Как видите, их здесь несколько типов. Это статический анализ, это собственные частоты, термический, термоупругий анализ, анализ устойчивости и так далее. И вот последний, чем будет посещено Shape Optimization, это оптимизация формы. Первое, статический анализ. Нажимаем Create Study, создание анализа. У нас открываются инструменты анализа и, собственно, браузер, дерево анализа. Мы проводим, да, у нас есть, мы проводим и нано-статический анализ. У него есть, соответственно, допущения, при которых можно проводить статический анализ. Вот они на экране. Прежде всего, что у нас реакция прямо пропорционально приложена нагрузкам, вызванные перемещения достаточно малы. То есть мы считаем, что наш кронштейн, да, у нас автомобиль двигается равномерно, с определенной скоростью, нагрузка у нас не меняется, мы находим самый критичный случай, когда нагрузка у нас на крыло возникает максимальная. Да, вот эту ситуацию мы и считаем. То есть динамику, ускорение мы в данной задаче не рассматриваем. Поэтому мы можем использовать именно статический анализ. Да, используя все эти допущения. Первое, да, дальше, второй пункт создали. Третий пункт. Назначение, я напомню, вот они у нас, третий пункт идет, назначение материала. Значит, материал у нас будет алюминий. Поэтому, да, вот здесь прям последовательно идем, выбираем materials, materials, точнее, не алюминий, алюминиевый сплав. Выбираем materials и указом. Обратите внимание, что здесь есть уже назначен стиль, да, сталь, модуль materials, материал модели. Собственно, здесь study materials, материал исследования. Мы выбираем именно материал исследования. Он может не совпадать с материалом модели. Это сделано специально, чтобы вы могли провести исследование с использованием различных материалов, не переделывая документ модели. Соответственно, открывается список, здесь достаточно большое количество материалов. Используем алюминиевый сплав. Все здесь импортные материалы, не ищите здесь отечественных, их здесь нет. Поэтому используем алюминиевый сплав 6061. Нажимаем ОК. Итак, материал назначили. Дальше, четвертый пункт, определение нагрузок и граничных условий. Вначале используем статические граничные условия. То есть, будем их называть закрепления. Значит, данные закрепления выбираются исходя из условий перемещения на границе тела. В нашем случае мы с вами, исходя из расчетной модели и условия, в которых работает этот кронштейн, устанавливаем, что вот эти две цилиндрические грани у нас могут вращаться только вокруг оси. Я напомню, там будет дальше вот так кронштейн и здесь как бы осень. То есть, да, без проблем, у нас наша реальная конструкция не запрещает вот этим граням вращаться вокруг собственной оси, но при этом запрещает движение по оси и запрещает вот такие вот движения в таком направлении. Соответственно, исходя из этих условий, мы нажимаем вот сюда constrain, тип constrain, выбираем pin pin и указываем грань здесь, а дальше указываем, что мы разрешаем только вот там тангенциально, то есть, мы разрешаем только вращение вокруг собственной оси. Остальные у нас запрещаются. Нажимаем окей и повторяем операцию. Опять структуру constrain, теперь другая грань, указываем, что это у нас pin и опять же то же самое. Окей. все закрепления, которые мы добавили, они, соответственно, добавляются в дерево. Вот здесь constrain, вот они, pin1, pin2. Дальше, следующее, определяем нагрузки. У нас будет сила. Сила, под силой мы понимаем, что такое сила. Это эквивалент приложенного давления, величина которого есть частная от деления заданной силы на площадь грань. Я напомню, что у нас сила, да, еще раз посмотрим на расчетную модель, у нас, да, вот так вот я заранее по направлениям силы указал, то есть у нас в горизонтальном направлении действует 50 ньютон, причем 50 ньютон это не на каждую, да, не на каждую грань, а именно это общее 50 ньютон и соответственно 200 ньютон вертикального направления то же самое, это общее. Итак, значит, выбираем LOADS, нагрузки, TYPE, FORCE, сила, здесь различные нагрузки есть, мы выбираем FORCE, сила, и указываем грань 1 и грань 2. Появился обозначение, да, вот здесь мы TARGET, цели, две грани, дальше, теперь указываем DIRECTION TYPE, мы выбираем VECTORS, у нас VECTOR, и указываем векторы силы, значит, F от X по оси X у нас 50 ньютонов, 50, мы видим, появилось, F от Y у нас оси Y направлена вверх, вот сюда, соответственно, у нас сила будет с отрицательной, минус 200 ньютонов, что мы и прописываем, минус 200, итак, мы видим, вот у нас как направлена сила, нажимаем, да, как мы программе даем понять, что это общая нагрузка, а не на каждую грань, вот здесь есть параметр FORCE PER ENTITY, если его включить, то программа будет воспринимать, что на каждую грань действуют вот эти значения, соответственно, здесь 50 и здесь 50, то есть совокупность уже будет 100. Не включая этот параметр, мы говорим, что 50 ньютон и 200 действуют на обе грани, то есть это общее. Дальше нажимаем ОК и добавили силу. Следующий, четвертым пунктом у нас шло это создание сетки. Меш. Значит, меш выбираем вот сюда, edit или здесь, можно, да, generate mesh, ну, вот здесь сначала начнем и редактируем, edit mesh и настраиваем. Сетку можно настроить как в автоматическом режиме, да, так и выбрав advanced settings, можно самому указать размеры конечных элементов и так далее. Мы воспользуемся именно сетку на основе модели, на основе размера модели и укажем бегунок, да, вот сюда где-то поставим. То есть чем ниже сюда, тем более плотнее будет сетка. Соответственно, тем дольше времени будет требоваться на решение задачи, ну, и, соответственно, тем более точный должен получаться результат. На определенном этапе уплотнение сетки не будет приводить к сильному, да, увеличению точности расчета. То есть мы достигнем некоторую величину и уже дальнейшее уплотнение сетки будет совершенно бессмысленно. Но на первом приближении, да, чтобы не тратить время на расчет, поставим вот здесь вот так вот. Дальше нажимаем ОК и генерируем сетку. правой кнопкой на дереве Generate Mesh, либо вот здесь, где Solve раздел, Generate Mesh. Итак, сетка создалась. Мы ее можем посмотреть. Ну, здесь, конечно, хорошо бы, чтобы по толщине уложилось как минимум два тетраэдра, но, в принципе, на точность решения в нашей задаче при наших условиях это никак не повлияет. Дальше посмотрим вот сюда, вот сюда на эту кнопку. Ну, здесь уже видно, что ОК, при чек, проверка, нажим, мы видим, что вся необходимая информация, вся требованная информация для расчета присутствует. Соответственно, мы можем выполнить расчет. нажимаем кнопку Solve, решение. Дальше выбираем метод решения OnCloud облачный воспользоваться методами, серверами компании Autodesk, либо Locally уже воспользоваться ресурсами компьютера. Мы, собственно, воспользуемся ресурсами компьютера, Locally, нажимаем кнопочку Solve, мы видим, да, процесс расчета, он достаточно быстро пройдет. Уже 70% закончено. И, как видите, расчет, но, опять же, да, у нас сетка не сильно плотная, поэтому расчет произошел достаточно быстро. Мы получаем результат. Значит, что мы видим? Мы получаем Эпюру. Что такое Эпюра? Опять же, давайте внесем еще одно определение. Под Эпюрой мы понимаем особый вид графика, показывающий распределение вычисляемой величины на объект. В нашем случае первое Эпюро, которое мы увидели, это Safety Factor, это коэффициент запаса. Как мы видим, он достаточно большой, он 15. Это очень много. Это очень много. Какие Эпюры еще мы можем посмотреть? Вот здесь Safety Factor. Нажав, мы можем выбрать стресс, напряжение. Да, мы видим, где у нас возникает максимальное напряжение. вот в этом месте. Дальше. Также Displacement, перемещение. Вот здесь у нас максимальное перемещение. По именно этим Эпюрам мы, во-первых, можем увидеть вычисляемые величины, а во-вторых, оценить адекватность решения. Ну да, так и есть. У нас действительно здесь может именно возникает максимальное перемещение. Обратите внимание на величину этого перемещения. Оно очень-очень мало. Эпюра, Эпюра, да, вот так вот, то, что показывается. Здесь происходит масштабирование, чтобы более визуально видеть, как это происходит. На самом деле, как видите, по величине на глаз мы этого перемещения совсем не увидим. Ну и, собственно, также мы можем определить strain. 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 Это у нас как раз и будет деформация, безразмерная величина. Ну и также можно определить reaction force, силы реакции, реакции опоры. Вот здесь. То есть нагрузку на ось, которая будет крепиться этот кронштейн к кузову автомобиля, мы можем посчитать и посмотреть и оценить. Выдержит, не выдержит. Дальше. Ну, например, сейчас включу стресс, напряжение. И вот здесь в разделе results, результаты, можно включить анимацию, animate, указать two way, то есть с повтором, с зацикливанием, нажать play, шагов количество, нажать play, можем шагов побольше сделать, чтобы более плавно было, и нажать play и посмотреть, как будет происходить изменение нашего тела под действием нагрузки. Можно даже чуть побыстрее fast, вот, пожалуйста, и уже можно посмотреть. Итак, в первом постановке, в первом приближении задачи мы посчитали, увидели, что та форма, которую мы заложили для этого кронштейна, при тех условиях, которые мы дали, в общем-то она достаточно имеет огромный запас прочности. Поэтому, я анимацию установлю, поэтому теперь мы ставим задачу дальше, да, дальше, и хотим следующее. Наша задача минимизировать количество материала, то есть минимизировать массу нашего изделия без потери прочности. и поставим вторую часть задачи, звучать она будет следующим образом, настроить топологическое исследование с целью поиска отношения наилучшего предела прочности к массе кронштейна, и задаем, что уменьшать при этом массу на 50%, то есть в два раза легче мы хотим сделать изделие, при этом, чтобы изделие совершенно не потеряло прочность. и проведем топологическое исследование. Значит, что мы понимаем под исследованием топологии? Это исследование, да, вот, я вывел текст на экране, реализует непараметрическую оптимизацию, да, и цель которой, что оно делает? Находит, учитывая, да, все применяемые нагрузки, крепления, все ограничения, и ищет новую компоновку материала в границах максимально допустимой геометрии. То есть нам программа покажет, где мы можем сэкономить, где мы можем удалить материал. Прежде всего, нам необходимо будет определить ограничения, ограничения, ограничения у нас определяют пределы решений проектного пространства путем применения процента массы, которую можно устранить в рамках определенного значения. Данный процент у нас был указан ТЗ, это 50%, то есть 50% от нашего изделия мы по задаче мы можем удалить. Далее, помимо этого, нам также необходимо будет указать сохраненные области. Что такое мы понимаем под сохраненными областями? Сохраненные области модели, которые будут исключаться из процесса оптимизации и сохраняться в окончаемой форме. То есть геометрические объекты, к которым применяются нагрузки и крепления, также будут сохраняться по умолчанию. Значит, сохраненные формы мы определим здесь, где у нас будет крепиться болт, здесь, здесь и здесь. Все остальное мы будем с вами оптимизировать. Итак, начнем. Симулейшн. Вот здесь нажимаем правой кнопкой New Simulation Study и выбираем Shape Optimization. Создали новый анализ. Дальше первое, что нам нужно определить, опять же, нагрузки, закрепления и так далее. Здесь мы можем взять готовые из предыдущего анализа, просто в браузере взять их и перетащить. Значит, прежде всего LODs, нагрузки, хватаем здесь, зажимаем клавишу Control и перетаскиваем. Вот они появились, еще раз проделываем вот сюда и вот сюда. Вот они появились. Дальше Constraints, закрепление точно так же выделяем и перетаскиваем в соответствующий раздел. Появились. То есть мы их здесь уже не настраиваем. Далее материал. Материал перетащить, наверное, не удастся, поэтому мы его просто заранее выбираем. Правой кнопкой Study Materials. Опять же указываем, что это у нас сплав, алюминиевый сплав 6061. Нажимаем кнопочку ОК. ОК. И сетка. Точно так же Mesh Settings. Можно чуть-чуть поплотнее сделать. Нажимаем ОК. И Generate Mesh. Но если вы Generate Mesh не сделаете, собственно, программа сама все равно сделает. Проверим. Теперь нам нужно определить сохраненные области. Вот здесь, либо в дереве это можно сделать, но вот здесь я нажму кнопку Shape Optimization. Вот она, Preserve Region. Выбираем и начинаем определять. выбираем грань первая вот здесь цилиндрическая грань, а дальше настраиваем размер этой самой области. Вот так. И точно так же повторяем на всех остальных трех. Снова Preserve Region. Выбираем грань и указываем диаметр, точнее радиус, прошу прощения, 15 миллиметров. На остальных проделываем то же самое. Выбираем и указываем радиус 15 миллиметров. Определили. То есть вот эти области они будут сохраняться, они будут исключаться из процесса. Дальше также определим площадь плоскости симметрии. Symmetry Create и Symmetry Plane. Достаточно выбрать одну грань. Fusion сам определит плоскость симметрии. Вот она. Окей. Смотрим вот сюда при чек. Да, все условия выполнены. Кроме одного, мы не определили с вами ограничения. То есть сколько материала процент массы, который можно устранить. Определяется он вот здесь. Shape Optimization Settings. Вот сюда Edit нажимаем и указываем Target Mass Value значение 50%. Нажимаем ОК. Теперь все необходимые условия заданы. Можно сохраниться. И нажимаем решение Solve. OnCloud. Указываем что мы решаем. Да, решение готово. Нажимаем Solve OneStuddy. Решить одно исследование. И ждем пока программа нам посчитает. Написало, что успешно стартовал. Так, мы видим, вот оно решается. Итак, вот мы получили решение. Вот, посмотрите. Программа нам вывела так называемую Эпюру массы материала. Двигая вот здесь регулятор, мы можем видеть области. Что нам показывает эта Эпюра? Первое. Эпюра нам прежде всего показывает элементы с низкой относительно плоскостью массы, то есть менее 0,3. Эти вот как раз элементы мы видим синим таким обозначаются от синего к голубому цвету. И эти элементы они не влияют на общую жесткость компонента и могут быть безопасно удалены. Элементы, которые обозначаются красным и желтым, это элементы с высокой относительностью плотности массы, и эти элементы влияют уже на общую жесткость конструкции. Поэтому они в итоговом проекте должны оставаться без изменений. Соответственно, мы вот так поставим и видим те части, которые мы можем смело удалить. здесь, здесь, здесь и здесь и вот здесь. Ну и так далее. Что мы сделаем? Теперь мы видим, что это все, материал можно вырезать. Поэтому вот здесь в разделе Results нажимаем Promote, AdMesh Object, куда добавить сетку, выбираем Mode Space и нажимаем кнопочку ОК. Итак, мы видим, что та часть, которая у нас посчиталась, добавляется она в раздел BODIS, вот она сетка, мы ее можем включать, отключать. Собственно, мы ее оставляем, оставляем и используя ее, используя ее, укажем, какие части модели мы удалим. Размеры я задавать не буду, итак, Create Sketch, Create Sketch, Line, и вот так вот, условно, указываем, рисуем эскиз, но опять же, да, все это вы можете потом регулировать, ставить размеры, добавлять необходимые связи, и обязательно после того, как вы провели оптимизацию, можно еще раз, даже не можно, а нужно, модель пересчитать задными условиями. Еще раз удостовериться, уже даже можно более плотной сетке, что оптимизированная форма будет соответствовать заданным условиям. ну а пока я вот так вот обведу те области, которые будем удалять. Здесь потом еще скругление добавим. так, вот так, и вот так, ну и собственно последняя область, которую удаляет line, вот так, вот этого будет достаточно. Дальше, соответственно, extrude, указываем, что мы, какие области мы удаляем, direction, what side, distance all, нажимаем ok, и получаем вот такую форму. Теперь, естественно, мы добавляем необходимые скругления, например, вот здесь, 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 и получаем оптимизированную форму. Можно провести еще раз статический анализ, проверить, соответствует ли, можно более точно нарисовать, да, как-то более и так далее. То есть, ну тут вариантов много. Как можно сделать? Можно, например, используя полученную сеть, не вырезать существующие модели, а на ее основе создать собственную. Задача выполнена. Создаем на основе этой детали чертеж и отдаем на изготовление. Итак, наш вебинар подошел к концу. Спасибо за внимание.